Славянские ребята и их наставники не раз показывали высокие результаты на конкурсах всех уровней. И вот эта активность была замечена. В Славянске на Кубани идет строительство инновационной образовательной площадки для развития инженерных навыков в сфере космоса под названием «Звездный парк». Более подробно об этом в нашем репортаже. Глава Славянского района Роман Синеговский, проводя выездную стройпланерку на объектах, вместе с представителями всех заинтересованных служб посетил площадку на территории Первого лицея, где ведутся работы по строительству «Звездного парка». Средства на реализацию проекта выделены из краевого бюджета по инициативе председателя ЗСК Юрия Бурлачко и при поддержке депутата ЗСК Виктора Чернявского. Работы идут на подготовленной согласно плану площадки. Площадка освобождается, вот уже наш проект. То есть основные такие моменты, они уже здесь сделаны, закупается. Сейчас у нас уже планетарий, контракт мы заключили, совет провели, все одобрили. Придет сюда площадка. Здесь дорожки благоустройства, эта схема, она у нас есть. Роман Синеговский, вдаваясь в детали, получил необходимую информацию о ходе строительства с тем, чтобы при необходимости внести коррективы и оказать помощь. Проект очень интересный и он рассчитан не только на славянцев, но и на других ребят нашего края. Астрогеографическая площадка с уклоном в естественные науки позволит приблизить далекие звездные миры к пониманию школьников, заинтересовать их. Здесь будут с первого класса для них какие-то экспонаты для познания мира, чтобы можно было пощупать, посмотреть, побегать, чтобы это отличалось от сидений за партами в школе и получились практически знания. Будут исторические какие-то памятники, ну копии, конечно, приборы астрономические, все на воздухе, будет модель солнечной системы в масштабе. В рамках проекта строится космический кабинет, центр управления полетами. Для приема космических данных ремонтируется здание, благоустраивается территория. Дети смогут собирать спутники, практически следить за их полетом. Вот с помощью нашего центра управления полетами мы уже вошли в федеральную цепь, такую неформальную объединение следящих детских станций за спутниками. Сейчас их там около восьми, по-моему, насчитывается. Потому что пролетает он быстро, 5-7 минут, надо успеть принять телеметрию, сигналы. И чем больше таких станций по всей России, тем лучше. Мы уже вошли в их число. То есть мы не самодеятельные к этому проекту. Это большая цепь больших событий по всей России. Когда здесь появятся цифровой планетарий, инсталляции астрономических приборов и макеты, помогающие школьникам изучать историю открытий и естественные науки, Звездный парк станет уникальной образовательной площадкой во всем крае. Ребята, которые приобщились здесь к науке, смогут в будущем идти еще дальше в изучении и освоении космоса. Андрей Весневский, Георгий Калинин. Программа «События».